Доктор химических наук Леонид Ринг, один из создателей советской боевой отравляющей системы «Новичок», он прокомментировал заявление правительства Германии, и в частности он сказал, что все проявления отравления увидели бы еще и омские врачи, и не выдерживает критики по его мнению, что «Новичок» это быть не может. Ну, в данном случае, такое отравление «Новичком» быть не может. Вот он так это видит, по крайней мере. Что вы можете сказать? Ну, я знаю профессора Ринка, он моим приятелем был, он очень умный, интеллигентный человек, в данном случае он лукавый. Так что этим словам трудно верить. Если бы не был отравлен господин Навальный, ему бы не ввели антидот атропин. Атропин правильно ввели. Почему ввели? Вот, видимо, тот врач, который ввел, он знал, что он лукавый. А откуда такая информация или признаки? Да, видимо, вот признаки. Значит, первые признаки – это сужение зрачков или даже потери зрения и непрерывные конвульсии. Вот, когда увидел врач, видимо, решил ввести атропин. Но, тем не менее, господин Навальный упал в полкому. То есть, что находится ковид – это, так сказать, дальше уже мы не могли, наверное, наблюдать за проявлениями, внешними проявлениями отравления. Также спрашивают вас о названии вещества, в частности, сейчас я верну этот чат. Да, я только напомню, что вы также можете писать, задавать нам вопросы. Сейчас Вил Мирзоянов с нами на прямой связи в эфире нашего канала. И вы можете задавать также свои вопросы в нашем чате. Мы видим все ваши сообщения, их много. По возможности постараемся их зачитывать нашему гостю. Да, ну, не могу я найти вопросы от нашего зрителя, но, тем не менее, продолжаю разговор о том, как технологически, с помощью какой методологии определяли немецкие специалисты то, что вещество. Вот есть ли у вас предположения, что они использовали для того, чтобы понять, чем был отравлен Алексей Навальный? Ну, эта схема очень простая. Берут пробу крови или мочи, затем уже различными манипуляциями доводят до соответствующего состояния, чтобы можно было ввести так называемый хроматомоспектрометр. Хроматомоспектром представляет собой сочетание газового хроматомерфа с спектрометром. Ну, спектрометр, как вам объясню, это значит, когда проводят пробу из хроматомерфа, ионизируются в ионизационной камере, и получаются фрагменты ионы, положительные заряженные ионы, которые затем проходят через сильные магнитные пули, и на москопрометах в высокой машине, фрагменты делятся, заселяются. Затем вот эти полученные спектры сравниваются с спектрами библиотечных данных в этом компьютере. Обычно у современных таких москопрометров библиотека очень большая – десятки, сотни миллионов в среднем. Ошибки тут никак не могут быть. Можно даже вручную это расшифровывать, но надо делать в течение нескольких секунд. Как бы это ДНК человека. Отпечаток пальцев ДНК человека. Ошибки тут быть не может уже на этом стану. Дмитрий Султанович, мы благодарим вас за то, что вы нашли время и вышли в прямой эфир нашей программы. Благодарим вас, и наши зрители также передают вам свое спасибо, свою благодарность. Спасибо вам. Пожалуйста. До свидания.